Большим событием в культурной жизни нашего города стала презентация подольского альмонаха, которая прошла недавно в Ивановском имении. Презентация подольского альмонаха не случайно прошла именно в усадьбе Ивановская. Усадьба связана с именами видных деятелей культуры прошлого и начала нынешнего века, а сегодня здесь собрались современные литераторы и журналисты, чьи произведения вошли в первый подольский альмонах. Идея такого издания витала в воздухе давно, говорили участники вечера. Но раньше ее очень сложно было осуществить. Лучшие литературные силы поглощала столица. Теперь же, без поддержки государства, литература предоставлена сама себе. Она выживает как может. Выход в свет подольского альмонаха – прекрасная возможность хотя бы на местном уровне поддержать наших литераторов. Говорит один из авторов альмонаха Юрий Говорухин. Когда-то подольский рабочий удивительным образом объявлял творческие и литературные силы города. И все, и те, кого сейчас с нами нет здесь, это Олег Кайнов, Алексей Ружьев, они все приходили к нам в газету, они публиковали там свои стихи. У нас были общие интересы, общие разговоры, споры. Потом, как эстафету, этот подольский рабочий принял Юра Козловский. Но потом, к сожалению, что-то произошло, и мы стали разобщены. Кто-то что-то писал, кто-то что-то где-то публиковал. И вот я считаю, что Алексей Аргапонов сделал великое дело. Он объединил подольских, литературных, подольских поэтов, подольских прозаиков, свел их вместе. Мы теперь знаем друг друга. Мы теперь будем здороваться на улицах. Это прекрасно. Мы будем делиться своими творческими планами. И дай-то Бог, чтобы это продолжалось и дальше, чтобы вышел второй номер, третий. Вот. И мы знали друг друга, знали наших и молодых авторов. И все знали друг друга. Это прекрасно. Я считаю, что замечательно. С выходом этого альмонаха мы вновь объединились. Перед участниками вечера выступила солистка Татьяна Николаева. Татьяна Николаева. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Про тихий нянин голосов, И в сказку нянин послух. Представь, в перстах ее глубок, А на полосоке послух. А барин жить вот так не смог, А барин в темных бакенбардах С арабским профилем спешит От орденов, налах, банных, Как от такой чумной души. Спешит от званных и незванных, От Болтина, от Натали, Чтоб на ухабах петь крыла, Послушать пульс родной земли. Ганишин, вечер, веселее, Грустить сегодня сил нет, И вот она уже аллея, Вобравшая России свет, А вот и дом, он древний бродит, Но в то же время и пьет, В халате вязерский выходят И руку Пушкину дает. Писатели Михаила Шаповалова многие знают по его публикациям в Подольском рабочем. На вечере он прочел Одно из своих любимых стихотворений. Синичий звон, и женщина в окне, Снег поутру, пророческое слово, Все то, чем мир будил любовь во мне, Все повторяется и возникает снова. Но каждый раз уже в иной связи, Меняя смысл и место, и соседство, Пока земля кружится на оси, Пока душа стремится к совершенству. Сюрпризом для зрителей стало выступление ректора Подольского филиала Открытого университета Сергея Дмитриевича Ивановы. Поздравив авторов с выходом «Альманаха», Профессор исполнил для них романс. Поздравив авторов с выходом «Альманаха» Поздравив авторов с выходом «Альманаха» А в сердце ночь, без слез и без лучей, я это знал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В «Альманахе» более двух десятков авторов. Конечно, не все смогли выступить на этом вечере. Один из них – талантливый прозаик, наш земляк Сергей Николаев. Среди авторов «Подольского альманаха» наш земляк, прозаик Сергей Николаев. Не так давно у него вышла повесть о князьях Борисе и Глебе, и сейчас он работает над романом «Шемякины дни». Сергей, чем объяснить ваш интерес именно к этой фигуре, к этой исторической тематике? Шемяка. Шемяка, на мой взгляд, человек авантюристического склада, который рвался к власти не потому, что он знал, что делать нужно со страной, а потому, что ему хотелось просто быть у власти. И придя к власти, вот это вот как раз тот роман, на котором я сейчас работаю, придя к власти, он оказался в растерянности. Он не знал, что с этой властью делать. И потому, что он был не подготовлен к управлению страной, не подготовлен к каким-то конкретным ответственным действиям, и получилось так, что за него стало править его окружение. И это совершенно удивительно. Я когда вот это писал, я совершенно не знал, что будет с нашей страной, в какой стае мы сейчас попадем. А получается так, что, в общем-то, этот человек очень сильно похож на нынешних политических героев. Так случилось, что в этот день в Ивановском проходила еще одна встреча бывших участников детского ансамбля «Мелодия», которые собираются каждый год, чтобы вспомнить былое время родные, полюбившиеся с детства мелодии. Песня «Мелодия» Песня «Мелодия» Песня «Мелодия» Без преувеличения, можно сказать, что героем вечера стал издатель альманаха Алексей Андреевич Агафонов. Его благодарили за большое дело, в надежде, что начинание будет продолжено. Литература не может существовать без выхода на читателя. Писатель должен видеть конечный результат своих трудов, реакцию тех, ради кого он творит. И огромное спасибо тем, кто помогает ему в этом большом деле. Кстати, ваш покорный слуга, тоже один из авторов альманаха. Я не выступал на презентации, хотя у меня были заготовлены стихи. Они очень актуальны в наше время, когда происходит борьба различных культур, и я их предложу сейчас вашему вниманию. Стихи эти называются «Битва». Я их посвятил моим давним знакомым подольским книгопродавцам. Не челубея с пересветом, бой книги с видеокассетой, перед сражением полков, столкнулись два мировоззрения, кумиры новых поколений и рать властителей умов. Шекспир, Есенин, Пушкин, Тютчев. Мы в школе наизусть их учим, духовный постигая мир. Их заможай, загнала мода, диктует Голливуд народу. Крутой качок, его кумир. Строги писательские лица. Могло ли такое им присниться? Перевернется мир вверх дном. В кассетах крики, кровь, удары. Заменят Библию кошмары, молитвы бесу перед сном. Идут в атаку телемаги, над ними штатовские стяги. Трансформеры в стальная рать, как генуэзская пехота. Они царят, им неохота чужую славу признавать. Не видно отблесков сражения. Оно в четвертом измерении за наши души и умы. Пора бы нам определиться, какому Господу молиться. Иначе мы обречены. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.